Когда твои родители врачи, жизнь не бывает скучной и однообразной. В том числе и у твоих одноклассников. Наглядное пособие по анатомии? Легко. Эвольд уже к этому привык. В отличие от окружающих. Ну, мам! Обычное тихое семейное утро. Мам, пап, привет. Ой, как неловко вышло. Ну, а это сущие пустяки. Уже не больно. Ну уж нет. Врачи и родители так не считают. Срочно нужен консилиум. И полное обследование. Души, души. Мы его теряем. Необходимы серьезные меры. Неважно, что пострадала коленка. Повязка на голове не повредит. И таблетка лишней не будет. Всем. Да, так можно и в школу опоздать. Консилиум явно затянулся. И школьный автобус уже уехал. Остается один вариант. Провести день на работе у родителей. Вау. Посмотрим, что тут интересного. На первый взгляд ничего. Но лишь на первый. Ого. Вот это веселые картинки. Рентгеновские снимки. Да это почти пазл. Похоже, Эвальду не будет скучно. Так, кто-то идет тихо. Очень важно не перепутать снимки в папках. Но на это нет времени. А папа решил проверить, как дела у сыночка. Да, все отлично. Не скучай, малыш. У меня обход. Ах, как болит голова. Просто невыносимо. Не волнуйтесь. Сейчас посмотрим результаты рентгена. Хм, странно. Проблемы явно не с головой, а с ногой. Да еще какие. Нужна ампутация. Что? Нет. Лучше спасаться бегством, пока этот сумасшедший доктор не отпилил Алексу ногу. И все-таки странная получилась история. Похоже, без участия Эвальда тут не обошлось. Придется его проучить. Но для этого нужна поддержка пациентов. Идея проста. Наливаем в баночки для анализов лимонад вместо... Ну, вы поняли. Такой челлендж всем по душе. Хоть какое-то развлечение в больнице. Расходимся. У Эвальда сегодня ответственное задание. Собрать у больных анализы. Не очень приятное занятие. Но такова участь сына медработников. Фу, ну и бяка. Ладно, вроде бы все собрал. Только бы не стошнило. Держи, пап. Что ж, посмотрим. А лучше попробуем. Твое здоровье, сынок. Что? Папа, фу! Что ты делаешь? Эх, хорошо. Хочешь тоже попробовать? Видел бы ты свое лицо. Да шучу, это розыгрыш. Или как ты там говоришь? Это пранк. А это обычный лимонад. Не бойся. Ну что за родители? Сегодня так много работает. Вот еще одна пациентка. Беременная девушка. Мама Эвальда делает ей УЗИ. Сейчас все будет видно на экране. Вот только Эвальд решил поиграть и подключился к тому же монитору. Поэтому вместо трогательной картины развития малыша придется следить за поединком в Мортал Комбат. Странно. Ах, так это все мой сын. Извините. Эвальд! Ну, мам! Ничего страшного. Классная игра. Я и сама не против присоединиться. Можно мне тоже джойстик? Да, такого УЗИ клиника еще не видела. О, тут тяжелый случай. Человек весь в гипсе. Но Эвальд далек от сочувствия и решает воспользоваться ситуацией. Держи мою кружку, а я пока поиграю. Печеньку хочешь? Ну, нет, так нет. Родители Эвальда тоже не против подкрепиться. Время сделать перерыв на обед. Столовые приборы не для нас. Ведь есть медицинские инструменты. Ими так удобно есть роллы. А колба отлично справляется с ролью кувшина для сока. Упс, у Эвальда, похоже, сейчас будет маленькая авария. Ну да, сколько можно быть держателем кружки? Эй, ты что? Как можно быть такой неаккуратной? И чего этот монитор все время пищит? Тебя тоже достало, да? Так, давай выключим ей все дела. Ну а теперь папе Эвальде придется отложить обед. Срочный вызов в одну из палат. И что здесь происходит? Ничего необычного, просто Эвальд отключил больного от аппарата. Это уже не шутки, вон отсюда! Так, надо все исправить. Ура, пациентка пришла в себя. Но почему постель мокрая? Потерпите, сейчас придет уборщица. Попытки объяснить ситуацию бесполезны. И никто не узнает, что это просто вода. Иногда в клинику приходят не очень адекватные люди. Например, вот этот молодой человек. Тут нужен психиатрический тест. Успокойтесь, не надо так нервничать. Положите флакон на место. И череп тоже. Посмотрите на картинки. Что вы видите? А здесь? А вот тут? Неожиданная реакция. Ничего удивительного. Это же фотографии Эвальда. Только вот как они сюда попали, интересно? Ладно, опустим этот момент. Успокойтесь. И продолжим тестирование. Кажется, Эвальд весьма неплохо освоился на работе у родителей. И чувствует себя как дома. Только одна проблема. Телефон быстро разряжается. Что делать? А, дефибриллятор! Сколько раз видел, как мама и папа реанимируют людей этой штукой. Пожалуй, она и с телефоном справится. Ну, держись, любимый гаджет. Разряд! Хм, ничего. Как же его оживить? Попробуем еще разок? Пожалуйста, очнись, любимый айфон. Разряд! А-а-а! Все, пациент уже не пациент. Эта девушка выглядит очень взволнованной. Она так боится сдавать кровь на анализ. Ничего страшного. Это как комарик укусит. Так, этот шприц слишком большой. Этот тоже. Вот, в самый раз. Надо быстрее брать кровь, иначе девушка упадет в обморок от страха. Эвальд, как обычно, вовремя. Но что там еще? Ой, мам, скорее тебя зовут. Итак, путь открыт. Томатный сок? Интересно, что он задумал? Подменить анализ, пока пациентка без сознания. И пусть лаборатория разбирается в составе томатного сока. Хотя, есть идея получше. Вы очнулись? А я сейчас буду пить кровь. А-а-а! Давайте сюда руку. Эвальд, прекрати! Что за глупые шутки? Не бойтесь, это просто томатный сок. Вот, смотрите. Не верю. Просто вы тоже вампир. Когда же закончится этот длинный день? Так скучно. Чем бы заняться? О, давно хотел примерить папин халат. Нарядиться в доктора – классная идея. Сначала шапочку, а теперь все остальное. Ммм, неплохо. Ой, а вот пациенту в планы не входили. Придется давать консультацию. Доктор, видите, сыпь на лице. Аллергия. Что делать? И так чешется все. Дайте подумать. Я полагаю, вам нужно принимать... Скитлс и Чупа-Чупс. Неожиданная тактика лечения аллергии. Но раз доктор говорит... Ну ж нет, нужно заканчивать этот маскарад. А то еще операцию заставят делать. И снова приходится коротать время в палате с больными. Как весело. Ну хорошо, хоть и любимая Скитлс под рукой. Единственное доступное развлечение – подбрасывать конфетки и ловить ртом. Отлично получается. Упс, не туда. А вот это уже опасно. Он может задохнуться. Нужно срочно спасать человека. Эвольд, как настоящий сын врачей, знает, что делать. Раз, два, три. Ура, вылетела. Но опять не туда. Теперь надо спасать соседку. Но опыт уже есть. Поэтому не так страшно. Эвольд, что здесь происходит? Какая гордость. У сына способности к оказанию скорой помощи. Молодец, Эвольд. Не зря я тебя учил. Вот только... Что здесь делает пакетик от Скитлс, а? Эвольд! Понравилась наша история про сына медработников? А кем работают твои мама и папа? Напиши нам об этом в комментарии под видео. И не забудь поставить лайк, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти новые скетчи про родителей и их детей. На канале Трум Трум Селект.